Мы уже показывали сюжет о свалках мусора, выявленных на землях сельскохозяйственного назначения вблизи Нижнего Кисляя. В поселке городского типа на сельхозугодиях скопились тонны навоза крупного рогатого скота. В нескольких метрах были обнаружены залежи мусора. Исследования, проведенные в Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории, выявили, что почву нужно срочно восстанавливать. Подробнее в материале Олеся Лисюк. В ходе проведения проверки был произведен отбор почвенных проб на испытания по микробиологическим показателям, а также по показателям загрязнения почвы тяжелыми металлами. Общая площадь свалки, загрязненной навозом, превышает половину ектара. Отсюда отобрали 20 образцов на микробиологические показатели загрязнения. В результате в половине образцов выявлено превышение по содержанию бактерий группы кишечной палочки и энтерококков. Концентрация микробных клеток от умеренно опасной до чрезвычайно опасной. То есть от 10 до 1000 микробных клеток на грамм почвы. Растения с этой почвы опасны от чрезмерного складирования навоза. Один вред. Прежде чем свежий навоз превратится в удобрение, ему нужно пройти длительное естественное микробиологическое обезвреживание. Свежий навоз способен вызвать эрозию и деградацию почвы. Загрязнение атмосферы выбросами сероводорода аммиака. Содержащиеся в навозе аммиак и минеральный азот сжигают растения. Свалка бытовых отходов выросла до 150 квадратных метров. В почве под залежами мусора выявлено превышение тяжелых металлов. По результатам анализов, в одном из образцов было выявлено превышение содержания меди в 3,9 раза. В одном образце превышение свинца в 7,3 раза. И по цинку в четырех образцах было выявлено превышение от 2,9 до 12,4 раза. Выявленный свинец в почве может попасть в организм человека. Поэтому что-то выращивать на такой земле крайне опасно. Свинец влияет на кровотворную, нервную, пищеварительную систему, а также на почки. Свинцовая интоксикация может приводить к частым головокружениям и головным болям. Повышена утомляемость и раздражительность в более тяжелых случаях кумственной отсталости. Биологическая активность в почве от превышения цинка снижается. Большое количество меди оказывает токсическое воздействие на растения. Теперь предприятию, на чьей территории обнаружены свалки, предстоит заплатить штраф и устранить выявленные нарушения. Сумма штрафов, как уже было сказано, по статье 8,6, часть 2, составлять будет 40 тысяч, от 40 до 80 тысяч рублей. По части 2 статьи 8,7 на должностных лиц от 50 до 100 тысяч, на юридических от 400 до 700 тысяч рублей. После проведенных рекультивационных работ земли можно будет вернуть в сельскохозяйственный оборот. Но идет на это в лучшем случае год. Олеся Лисюк, Сергей Артемов, 41 канал.